МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Здравствуйте! Это продам Министерства культуры. Я Анна Мангайт. Накануне завтрашнего митинга мы решили обсудить тех, кто делает эту революцию, возможно, и культурную революцию, и какими художественными средствами можно привлечь больше людей. А так, о массовых шествиях, как о организованном шоу мы поговорим сегодня. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 4 февраля, несмотря на прогнозы синоптиков, минус 15 и сильный ветер, планируется сразу 4 митинга. Их организаторы обещают собрать не меньше 100 тысяч человек на 4 площадках. Большие киманки с Болотной площади, проспекции Сахарова, Пушкинской площади и на Поклонной горе. В этот раз на митинги за честные выборы звезды Ютуба, десантники. В качестве хедлайнера обещают Юрия Шевчука. На Сахарова – Боровой и Новодворская. На Пушкинской площади шоумэн Владимир Жириновский. А на Поклонной горе с лозунгом «Нам есть что терять» Сергей Кургинян, Анатолий Вассерман. Кто поведет за собой большинство, чей сценарий окажется лучше, узнаем совсем скоро. Мы решили обсудить, нуждается ли митинг в режиссуре, в принципе, и поговорим об этом. Сегодня у нас несколько нестандартные решения. У нас нет соведущих, нет одного героя. У меня собеседники. Итак, это Василий Бархатов, режиссер, Юрий Сопрыкин, шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» и все-таки соорганизатор завтрашнего митинга. Член оргкомитета. Член оргкомитета. И мой коллега, тележурналист Павел Лавков. Давайте просто обсудим, действительно ли нужны какие-то дополнительные усилия для того, чтобы митинг состоялся. Нужна ли режиссура? Как вы считаете? Я начну с Юрия, потому что он имеет отношение прямое к завтрашнему событию. Мне сложно говорить про себя, поскольку я не вижу, как это все выглядит со стороны. Мне кажется, что с этой историей про какую-то специальную режиссуру, креатив, наворачивание каких-то там бантиков сбоку и вишенок на тортик, вот с этой историей как бы сейчас сильно перегибают. На самом деле... Перегибают кто? Ну, перегибают и некоторые, так скажем, члены оргкомитета, в частности, назначившие меня без моего ведома членом несуществующего креативного штаба. Вот. Ну, класс-то креативный, значит, и штаб у него должен быть креативный. Да, с другой стороны, вот люди, постоянно разговаривающие про этот креативный класс, восстание хипстеров и как бы делающие фотогалереи смешных плакатиков и людей в карнавальных костюмах и так далее, и так далее. Все это, по-моему, некоторый перебор и неадекватное восприятие ситуации. Значит, люди выходят туда не для того, чтобы развлекаться и не ждут, чтобы их развлекали. Люди выходят туда не для того, чтобы их сфотографировали и поместили там в модный блог. Люди выходят не для того, чтобы весело провести время. У них совершенно другая цель, которая за всеми этими разговорами про креатив и шоу и хипстеров совершенно замыливается. Цель эта понятна. Значит, все, что нужно сделать организаторам, это, ну, как бы создать некоторые условия для того, чтобы все прошло по возможности мирно, спокойно и красиво. Да? Когда я говорю красиво, я не имею в виду креативные развлечения. Я имею в виду некоторый, извините за выражение, дизайн всего происходящего. Ну, просто, да, действительно, вот у меня вопрос, Василий, ведь все равно элемент театра есть, потому что, ну, есть группы в Фейсбуке. Люди все равно могут, допустим, как в Америке пошли 20 тысяч писем сенатору, да? И такая форма в Америке есть, Гресс-Росс-Кампейнер называется, но люди все-таки в мороз выходят, и это уже картинка, понимаете, когда вот цвет революции белый, да? Да, это цвет революции белый, и если вспомнить Блока 12, да, в белом венчике из Рос и Маруся в Санях, вот он образ революции. Чувство, слушайте музыку революции. Сейчас музыка революции Шевчук, цвет революции белый. Даже если уходить от слова революции, все равно образ есть, вот образ есть, этого, этой странной зимней активности пробуждения русского медведя от спячки. Безусловно, есть. Я абсолютно соглашусь с Юрием в том, что такие вещи, они не требуют, в общем-то, режиссура извне. Это не режиссура, а скорее просто организация, да, это некая организация людей, вот эта переписка, Фейсбук или что-то для того, чтобы люди вышли. Нельзя сказать, что это режиссура, да, есть какие-то исторические традиции, да, все прекрасно знают, как это мило происходит в Англии. Как-то огромная толпа собирается возле дворца, потом уделяется три человека, какой-то пожилой, там, уважаемая какая-то женщина и какой-то янстар. Обязательный инвалид-полезочник. Да, да, и вместе вот эта огромная толпа, она так вот замолкает, выходит четыре человека и аккуратненько несут письмо, их пускают там через ворота. Да, 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 они подходят, значит, а потом они стучат вот так интеллигентно в большую дверь, значит, дубовую, им открывает такой швейцар. А никуда стучат, если не себе? Да, к королеве, непосредственно. Крадет перш, специалист, такие ворота. Вот, да, и им открывает, вот так выходит пожилой, значит, какой-то смотритель, швейцар, который, говорит, принесли письмо, ну, и в этом письме они просто написали, вот там, нас беспокоит тот, говорит, спасибо. Либо, там, дверь закрывается, приносим инвалида. Это, но это так, как бы, это определенный национальный менталитет. С другой стороны, есть традиции ужасных, с точки зрения многих, традиции курдских демонстраций, которые без самосожжения в конце, она, в общем, как бы и не состоялась, да, это другая крайность. Просто это, как бы, такие, я понимаю, такие идеальные ситуации. Все, на самом деле, приходят, чтобы сказать, что они против, но при этом с огромным энтузиазмом рисуют плакаты, наряжаются в белое, очень ждут музыкальную программу, обсуждают, будет петь Шевчук или не будет. Это единственный важный вопрос, на самом деле. Заметьте, что не обсуждают, будет ли петь певица Ёлка или не будет, да, или будет ли петь Любовь Казарновская или не будет, да. Вот, так сказать, единственный важный вопрос, единственный важный вопрос, даже не обсуждают, кто выступать будет. Вот, единственный важный вопрос, это будет ли петь Шевчук, остальное все второстепенно. Потому что хочется петь хором, хочется ощущения вот этого общего драйва. Потому что это единственная фигура, которая хоть как-то объединяет очень разных людей, там, собравшихся, да, такой общий знаменатель, и которая, ну, очевидно, ну, как бы не запятнана, да. Это, на самом деле, то, чего очень не хватает этому белому движению. Даже, извините, единственный из многих организаторов, один из немногих организаторов, которые не ходили к американскому посольству, что тоже является некой черной меткой для многих, в том числе, которые придут завтра. Мне с Грустью приходится согласиться, потому что то, чего не хватает этому движению, и то, что так страшно раздражает людей, которые постоянно там рефлексируют в Фейсбуке идти или не идти, это какой-то, ну, там, безупречности организаторов, какого-то примера, когда можно было бы сказать, ну, как бы, ребята, да, вот вы мне доказали, что вы молодцы, что так и надо действовать, так и надо жить, да. А Шевчук – это человек, который действительно, ну, вот, безупречный моральный авторитет. Не прогнулся перед Путиным, ездил в Чечню, как бы никаких, там, за ним скандалов, воровства и всего прочего не замечено, и именно поэтому он так фокусирует на себе внимание. Это причина не в музыке даже. То есть вы совсем отказываетесь тому, что будет происходить завтра, в принципе, вот последним этим митингом и событием в какой-то, в каком-то элементе шоу, да? Нет, но это то, что, то, что Павел называет grassroots campaign, да, это шоу, которое идет и на самом деле должно идти. Как бы от почвы, от корней, от самих людей. Они сами хотят его для себя создавать. Отчасти это рифмуется со смыслом всего происходящего. Ну, как бы, раз уж мы говорим о, там, каком-то волеизъявлении и о том, что нас должны услышать на выборах, там, не на выборах, вот, то, ну, как бы, давайте сами себе и организуем. Вот. Вот. Режиссура нужна митингу нашистов, да, потому что... Режиссура вообще власти больше. Да. А как происходит? Потому что это очень важно, раздать всем одинаковые маечки, одинаковые флажочки, чтобы все в какой-то момент там махнули этими флажками. И на кнопках пульта желательно Леонид Рейфеншталь. Да, 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 да. Вот. И там прокричали «Ура!». Вот эта картинка почему-то крайне важна вот именно для власти. А здесь пусть расцветает сто цветов. То есть это смотрят только наверху? Все подняли флажки и все ликнули «Ура!». Здесь пусть расцветают сто цветов. Здесь собрались очень разные люди, которые очень по-разному себя появляют. И на самом деле фокус в том, чтобы, ну, как бы, согласиться и научиться договариваться, в том числе с, ну, как бы, не самыми симпатичными проявлениями. Давайте вспомним «Майдан». Это же было чистое шоу и очень эффективное. Кстати, Вася, может быть, вы что-нибудь знаете? Вот там, правда, были элементы явно, ну, явно, скажем так, постановочные. Оранжевый цвет, оранжевые шарфы. Индустрия производства оранжевых предметов обихода. Это режиссура из Госдепа, наверняка? Нет, ну, я говорю, о неком центре креативном, который вот появился. И он помогал людям, это понравилось. Да, это понравилось, это стало цветом, это стало лейблом, можно сказать, какого-то даже десятилетия. Здесь вот, смотрите, были на Болотной площади розы. Не прижились розы, да? Потом мне сказали, что не розы, а хризантемы. Даже вот организаторы, многие даже не поняли, что. Вася, это хорошо или плохо, что этого нет? Что вот нет чего-то, какого-то предмета, да? Белая ленточка, вот она как-то вот ушла, да, белая ленточка? Не ушла, нет, не ушла. Но заметьте, заметьте, что... Не стала огромной белой лентой, скажем. Заметьте, что ее одевают на митинг. И не одевают в, так сказать, в быту. Да, это тоже очень важная вещь. То есть люди пока не готовы осознать себя, ну, частью некоторого единства. Вася, у этих митингов появились силы все-таки? Вы знаете, что я хочу сказать? Дело же, в общем-то, не в реквизит, да, и не в костюмерном цеху, который обслуживает митинг. Мне бы не хотелось сейчас, как бы, сидеть, несколько, как бы, с холодным носом обсуждать, какой цвет митингующим в этом сезоне больше к лицу, да? Это серьезная история. Люди выходят туда и считают, да, каждый внутри себя считает, что вот он так, хоть и безмолвно, но своим приходом туда, да, он говорит, да? Да, говорит, высказывает свой протест. В каком бантике он приходит или на какой бок у него челка в этот момент, это не играет совершенно никакой роли. Естественно, да, что это, как бы, в природе человека выдумать какой-то определяющий, выделяющий знак, да? Аллу или белую розу в конце концов выбрать? Звездочка Октябренка, Генот или Католик, там, или, не знаю, парт-билет, значок компании, в которой ты работаешь, да? Это всегда для того, чтобы бэджик, да, если ты участник, не знаю, там, экономического форума сейчас в Москве, то можно, да, узнать. Вась, ну вот именно в этой студии сегодня, здесь же, да, как раз и люди демонстрировали совершенно противоположные позиции, потому что мы с этими, у которых такие флаги, не пойдем, а поэтому мы лучше пойдем на другую площадь и будем с другими флагами, пускай у нас будет там тысячи человек, припрося огромный подарок. А вот раз захотели выйти, да, выходит на четыре разных митинга, у всех разная некая программа, да, самая будет и на Поклонной горе, и у ЛДПР, и... Я имею в виду даже протестантов, протестующих, и они даже раскололись, причем по признаку, мы с этими черно-желтыми не пойдем, мы пойдем с бело-снежными, да, и это уже начинается алая и белая роза, мы уже начинаем делить эти символы, которых еще нет. Еще нет, еще песни по хору еврейских рабов из оперы Набука, который стал той песней, благодаря которой сплотилась Италия отчасти, благодаря которой отчасти и Берлускони сдвинули, потому что, я знаю, что когда был Варен Деверон, и там сидел Берлускони и Набис, и все это поняли, Берлускони долой, да, это опять хор еврейских рабов, не родился хор еврейских рабов этот, а уже делят, вот что обидно. Мы сейчас на сайте спрашиваем наших телезрителей, нужно ли из митинга устраивать шоу. Вот что говорят телезрители, они считают, что, конечно, важнее спикера, чем то, как устроены события. Ну вот, я знаю, что Василий был режиссером Дня России. Как организованы подобные массовые акции? Они, конечно, не имеют никакого отношения, естественно, к шествиям. Я должен поправить сразу, я не был режиссером никогда, потому что я совершенно не знаю, как такое большое количество людей развести. Я был сценаристом, я придумал декорации вместе со своим художником, это было два года назад, да, когда мы попытались просто сломать формат и сделали большой такой подиум, движущийся через всю Красную площадь, и я придумал, как сценарист, да, несколько номеров, да, в ту тематику. На тот момент мне было просто интересно, да, как срежиссировать Олимпиаду, да, но не поставить, потому что я бы не хотел как бы управлять. Это вызов для любого художника. Я говорю немножко другим языком, более камерным, мелочным, поэтому я совершенно не понимаю, как... Это специально обученные люди, которые могут 500 балерин по Морозу гонять слева направо, потом... А как был артикулирован госзаказ? Потому что это, на самом деле, же интересная штука, вкус власти в отношении подобных массовых событий. Все очень просто, я... Это было в один год, я получил, забыл, как она называется, какая-то премия молодежная, прорыв, да, вот, прорыв, как в искусстве. И вот, собственно говоря, в тот же год мне предложили попробовать. Я сказал, что я не могу стать режиссером, поскольку я снимаю в это время кино. Мне сказали, вот, интересно было бы придумать, как бы декорацию, потому что я сказал, что да, интересно так вот посмотреть, как это... Взять и поставить на Красной площади что-то... Если вам дают египетские пирамиды или арену Деверон, или Красная площадь, грех не взять, значит. Ну, в общем-то, да. Я хотела бы... Вам не дают. Вам не дают, да. Но вы просто не просите. Вы сделали заявку на Красную площадь, делали заявку? Нет, просто когда не запрещали... Я знаю историю, не присутствовал при этом, но я знаю историю, что когда... Заявители ходили к вице-мёру Горбенко, когда они согласовывали садовое кольцо, он говорит, ну, вообще, шествие это не очень хорошо, давайте мы вам дадим какую-нибудь площадь. Какая вам нужна? Красная Хорумская ли они? Вот после этого... Соборная, я бы сказал. Соборная, шествие, да. Но вот вы так против, Юра, против всех этих бантиков на пироге завтрашнего сада? Я за бантики и за белый цвет. Я за идентификаторы, позволяющие отличать своих от чужих. Но вы против праздника, да? Но я против режиссуры, да. Режиссуры. Вот этого наворачивания креатива на зойную. Вы говорили, что вас пригласили как человека, который организовывал... Нет. Значит, я могу как бы рассказать, как это получилось. Да. После Болотной я на следующий день написал крайне злобную статью на сайте Лента.ру о том, что, ну, вообще, вот вся эта история, которая началась, она не только про честные выборы и не только про то, что нам нужна другая власть. Она еще про то, что нам нужна другая оппозиция. И книг афиши ни при чем, да? Я не имел в виду никакого пикника афиши. Я про то, что нам нужна другая оппозиция. Потому что люди, которые собрались на площади, и люди, которые стояли на сцене на Болотной, они совершенно говорят на разных языках. У них серьезные стилистические разногласия, да? В частности, люди, которые занимались организацией этого митинга по тем или иным причинам, даже не смогли, ну, как бы, построить нормальную сцену и сделать так, чтобы их было видно и слышно. То есть, они там много лет готовились к этому историческому шансу, что вот сейчас, значит, к ним придет, наконец, там не 200 человек, как обычно, а там десятки тысяч. И вот они пришли, и они не поставили достаточное количество, так сказать, усилителей, чтобы до этих людей отличаться. Может быть, в 19-м году, 19-го августа, и не было режиссура. Но Ельцин на танках войдет в историю России и всего мира на всю жизнь. Вы абсолютно правы, потому что тогда, ну, давайте к этому вернемся. На следующий день мне позвонили и сказали, ах, раз ты такой умный, да, раз ты умеешь сцены ставить, звук там, ну, как бы, подскажи, как нам это сделать. Да, я попал туда не как режиссер, а просто как человек, который занимался в том числе организацией некоторого массового мероприятия. Вот, в чем я с вами в очередной раз абсолютно согласен, да, когда есть... Мансир был, пожалуйста. Да, когда есть настолько мощные харизматические фигуры и настолько сильная, объединяющая всех, некоторая, ну, как бы, идея, да, то не нужны никакие колонки и усилители. Достаточно залезть на танк. Этого, правда, достаточно. Но у нас сейчас... Кстати, Ельцин не был слышен даже в трех метрах от этого танка. Да, у нас сейчас абсолютно другая ситуация. Вот этого харизматика, который бы мог повести за собой, за которым хотели бы пойти, его нет. И объединяющей всех идеи, вот, до такой степени отчетливой и страстно переживаемой, ее нет тоже. То есть, правда, что мы сейчас... Правда ли, вот, голоса, украденные два месяца назад, потому что, да, это вообще не край голоса, не раз, да? Вот как-то уже идет этот пафос, идет немножко, снижается. И как будто бы хочется предать. Почему? Как художнику-то обращаю. Как хочется художнику говорить. Хочется предать, понимаете? Хочется сделать песню двор еврейских рабов. На самом деле, ощущение, конечно, что и людям в толпе тоже хочется этого. И не надо их душить. Они же сами от себя рисуют все эти прекрасные... Вот это десантники появились, но с точки... А, кстати, Вася, вы видели десантников песню вот эту? Нет. Ой, ну что вы, когда два таких вот десантника против Путина песни пели. Там стихи, достойная жопа, бурзилка. А музыка, в общем, не хочу обижать ребят, искренний позыв, да? Ну, вы знаете, рискует стать гимном этой революции. А они же будут выступать. Они будут выступать. Вот, пожалуйста, и что? Вы знаете, и нас... Ну, это не вапинсьеру. Нет, на самом деле, при всей вот наивности этого искусства, месседж, который там заложен, он на самом деле... Вот и правда тот, который лежит в глубине... Не знаю, можем напомнить там пару кадров, не можем, как там... То есть мы после рекламы попробуем. Он и правда лежит в глубине всех этих событий. Это люди, которые требуют к себе элементарного уважения. Это люди, которые чувствуют, что их считают за какой-то электорат и народонаселение, вертят ими, как хотят, в каких-то своих корыстных целях, и которые требуют, чтобы с ними просто разговаривали, как с людьми. Это не вопрос политических требований, а вопрос просто человеческого достоинства. И это и есть то, что на самом деле всех объединяет. Поэтому у них полтора миллиона просмотров за неделю. Вот такая вот коллизия. Мы с Павлом Лобковым требуем от сорганизатора митинга Юрия Сопрыкина, чтобы он нам устроил праздник и шоу, хотим ленточек и объединяющих песен. А он нам хочет в этом отказаться. А Василий Бархатов вообще против того, чтобы это обсуждать слишком пристально. Итак, сейчас у нас реклама. Мы обсудим продолжение этой темы буквально через несколько минут. Продолжается программа Министерства культуры. Сегодня в Министерстве культуры исключительно важные люди. Всех вызвали на ковер. Вот Юрий Сопрыкин, который завтра нам организует шествие от Калужской площади до Болотной. Одновременно возглавляющий шеф-редактор, как я... Компания Афиши Рамблер. Компания Афиши Рамблер. Вот не простое название. Специалист по придуманию заковыристых должностей. Заковыристых должностей и красивых заголовков. Мой коллега Юрий Павлович... Павел Юрьевич. Фу! Павел. Альберт Ивич Лобков. Уже забыла, как всех зовут. Ну, время позднее. И Василий Бархатов, режиссер. Вот мы обсуждаем довольно мучительно, нужен ли нам завтра праздник, какого рода праздник будет, кто нам будет петь, кто нам будет играть, какие бантики и какие лозунги должны быть. У нас есть, если не ошибаюсь, небольшое видео хедлайнеров завтрашнего мероприятия, десантников, поющих песню против Путина. Можем мы ее дать послушать? Если ты гражданин, если ты президент, для тебя есть закон, для тебя есть запрет. И с космы не воруй, и не лки никогда, будь открытым для всех, отвечай за слова. Восемь лет президент, и опять кандидат. Вот, это был наш эфир, а вживую все это услышать вы сможете завтра. Они будут выступать с одной песней? Или у них есть уже на альбомте? Ну, по-моему, главное, что такого креативного класса мы еще не видели. А это настоящие десантники или поющие арт-директора, как это обычно? Ну, это ветераны воздушно-десантных войск. Я читал синограмму, силами такого-то взвода, приданного арт-директора не говорят таким языком. Настоящие. Вот, и они же, на самом деле, откуда они взялись? Они участвовали в охране миссинга на Сахарова. То есть, это просто ОМОНовцы? Нет, 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 нет. Это бывшие десантники, те самые, которые купаются, у них есть свое объединение. Которые просто пришли и сказали, вам нужно там помочь, что-нибудь там, оцепление поддержать. Потрясающая история. В 91-м году такие были, и спиртные строя были. В 93-м году они были с обеих сторон, что самое страшное, почему и были золотарения. Я хотела бы поговорить о том, как организуют, все-таки, как организуют аналогичные действия другая сторона. Потому что, на самом деле, более организованных, слаженных и художественно-постановочных акций, чем монашистов, мне кажется, ни у кого не бывает. Ну, что такое, значит, если собрать прямые линии президента, то там все тоже белоснежно, великолепно поставлен свет, очень хороший положительный грим. Почему номера там выкидываются время от времени главным героем? Ну, все-таки, это не совсем то. У нас есть сюжет про коллег из наших? Сейчас мы вам покажем, как это, собственно, происходит. И небольшой рассказ одного из организаторов подобных событий. Министерство культуры. Каким образом технологически решался вопрос организации всех таких мероприятий? И один способ, как это сделать. Дело так, чтобы каждый человек, который участвует в своем мероприятии, четко понимал, что и зачем он делает. С каждым человеком, который приехал на проспект Сахарова, с каждым человеком, который приехал, ну, давай так, с большинством, которые приезжали на Ленинский проспект, разговаривали, им объясняли, и они участвовали в мероприятиях. Все люди, которые приехали, они были не знали, зачем они заедутся. Мы видим, честно говоря, что обе не будут делать. Мы видим, честно говоря, как долго это будет длиться. Честно говоря, что будет холодно. Это одна из важных вещей по технологии мероприятий, которые мы организовывали. Каждое мероприятие должно сделать человека, который в нем участвовал, чуть-чуть лучше. Или помочь какому-то конкретному человеку. Или решить какую-то конкретную проблему, пусть даже маленькую. Поэтому какое-то количество мероприятий у нас не получилось. Какое-то количество мероприятий у нас не получилось. Потому что решать проблему всегда сложнее, чем ходить по улице и решать, что все с**ли. Министерство культуры. Красиво, как в Северной Корее. В Северной Корее. Вот с языка у меня сняли. Только в Северной Корее многолетняя школа, и там они движутся совершенно как автоматы. По-вашему, как вы считаете, вот тогда Андрей Кончаловский справился с задачей? Вот так должно выглядеть событие, которое городское, событие, которое объединит людей? Сейчас мне сложно почитать, сколько мне было тогда лет. Я, наверное, уже знал, кто такой Андрей Кончаловский. Но явно не представлял себе справился он или нет. Я помню очень хорошо, потому что я с мужем своей сестры старшей ходил на шоу Жан Мишель Жара. Это было красиво. Также помню, что чуть не провалили метромост по этому поводу, ликующие слушатели и смотрители Жан Мишель Жара. Но мне очень сложно. Конечно, это особенная история. Что касается каких-то акций и высказываний, вообще массовое действие, оно не для того, чтобы выразить одну конкретную идею. Это некая визуальная ласка массовая. Любая олимпиада. Что это такое? Придумать, как красиво зажечь огонь и как можно больше людей, чтобы синхронно двигались. Поэтому, что касается... Вы скажете, почему я, как режиссер, все свои политические и социальные высказывания я устраиваю в своих спектаклях? Мой язык это коробочка или кинокадр у кинорежиссеров. Если говорить, режиссуры, да, и понятно, что в политической и социальной сфере всегда были перформансы замечательные, там, «Котлеты, правда», да, когда из газеты «Правда» жарили котлеты. И замечательная акция, я не помню, кто ее делал, когда они вставали на светофоре, на краске. Я просто когда ставил спектакль «Разбойник» в Театре Пушкина, этот спектакль, в принципе, был навеян и посвящен в первой войне. И я, как бы, изучал всю историю этих таких же перформансов, и забавно, очень меня порадовало, когда они становились, прятали плакаты, становились на большой переход, ну, типа Пушкин, скажешь, что-то, где много народу скапливать. Потом, когда загорался зеленый свет, они быстро доставали какие-то плакаты против всего сразу, там, все фамилии после всей власти, и вот так вот проходили, и люди, которые переходили, переход, они становились невольными участниками, потом они проходили до конца. Они переходили на три буквы, вот в этом, конечно, был мощнейший художественный заряд, потому что это и Питер, это и мост, это и юность, это и белая ночь. Но, как сказал один замечательный мой друг, сказал, что город, который пережил две революции, на мосту не испугаешь. Нет, конечно. Ну, вот я знаю, что вы ездили в Селегер, в этот лагерь в Селегере, или не ездили туда? Нет. То есть вы никогда не контактировали... В детстве с братом. Ездили в Селегер, но не в лагерь наш. Нет. Я честно скажу, что я не очень хорошо отношусь к этой организации. Я вообще не люблю массовые скопления людей. Я, как бы, абсолютно, в этом смысле, социопат, и, как бы, организован, и то, что происходит наше, и то, что лично, как бы, моё, то, что Василий Якименко не раз говорил, что он, там, меня открыл, или что-то в этом роде. Правда, да, да. Он вас открыл, да? Просто, да, количество людей... И в гроб сходя благословил. Которые, да, которые меня открыли, не из личной какой-то неприязни к нему, но, к сожалению, количество людей, которые считают, что они меня открыли или дали дорогу, оно немножко просто принимает какие-то совершенно неправильные... Все хотят вас открыть, да? Главное, чтобы не закрывали вас. Но, ну, всё-таки, на самом деле, у нашистов же всё очень круто. Да, хреново у них всё. Ну как, все отлаженно ходят в строя. Вы знаете, вот, белый, синий, красный, после этого уже начинаешь ненавидеть просто, потому что, понимаете, они берут количество, они берут количество, вот, Северная Корея, посмотрите, да, они же не в одинаковых платьях ходят. У них у всех, у одной зелёные шарфы, у другой красные, это какой-то вихрь. Ну, там же точно есть режиссура, да? Ух, там не... Я смотрел замечательный фильм, он из группы «Догма» делал его. Кто-то из группы «Догма», из триллерских ребят, они взяли с собой инвалидов, потому что в Северной Корее к инвалидам такое же отношение, как примерно гитлеровская Германия, их куда-то там, на такие выстилки, они там больше двух лет не живут. И им было интересно, и поэтому этот инвалид решил как бы поставить спектакль. И поэтому они проникли внутрь этого постановки. Так вот, сначала в пьесе были слова, потом к ним приставили северокорейского режиссёра, инструктора. После этого в пьесе «А» не осталось слов, «Б» инвалиды научили ходить с троим в одиночку, и «Г» в конце он должен был подняться, будучи прикованным коляской, из своего инвалидного кресла, и для этого даже придумали тросики. Должна была быть победа, понимаете? Вот это я вижу сейчас у наших. А как вы считаете, Юрий, могут ли действительно эти акции наших, этих альтернативных, неких проправительственных сил, привлечь новую молодую аудиторию? Чем они их, собственно, привлекают? Вы знаете, проблема в том, что... Можно я похвалю наших? Все хотят это услышать. Все наши хотят это услышать. Есть важная вещь, которая из Москвы не очень хорошо видна, да, и которая не относится к этим шоу. Это то, что вот в течение последних лет это движение было для провинциальной, для молодёжи из регионов, очень мощным карьерным лифтом, действительно. Очень мощным карьерным лифтом. Неважно, с каким знаком, плюс-минус, неважно, на какие должности они занимали, но вот человек, который там организовал вывоз на эти акции, там, 200 человек из областного города, да, он его потом через год, через два на автомате берут каким-то начальником цеха или там в горосполком, или как это сейчас называется, куда-то, да. Карьерная лестница, да? Да, это правда карьерная лестница. Как комсомол. Да, абсолютно, но что касается шоу, это, как вам сказать, сейчас же на самом деле, я проведу тут такие аналогии с советской экономикой, то есть советская экономика была всем хороша, она выпускала очень много чугуна, угля, стали, танков, там, всего на свете, да, а потом появляется какой-то Стив Джобс и откуда-то вынимает компьютер и там, iPod и iPhone, вот, и оказывается, что он вот с этими своими идеями, казалось бы, не имеющими отношения к производству валового продукта, оказывается сильнее, чем и востребовании в мире, чем вся эта машина. Точно так же и с нашистами. Они навешивают там на всех 50 миллионов одинаковых фуфаек, раздают 50 миллионов одинаковых флажков, хором все это скандируют. Дальше появляется фотограф Митя Олешковский, снимает на митинге трехминутный ролик на фотоаппарат «Знаете ли вы, кто такой академик Сахаров?» Митинг проходит на Академике Сахарова, и весь этот пафос убивает просто напрочь, просто хоронит, да. Но это же дико старомодно, вот все, как это организовано, это какой-то позавчерашний день, или нет? Вася, ну вот эта вот эстетика, кстати, в Америке то же самое, они просто привыкли. Там тоже чернидерс, вот эти девочки с длинными ногами, они ходят между гонбольными стадионами и... Кстати, по съездам «Единой России» видно, что американский опыт очень, так сказать, подробно изучается. Даже, можно говорить, «Продакшн Байбл», знаете, что это такое, да? Это когда шоу покупаете в другой компании, ну, допустим... А там все правила расписаны, по словам. Там вот такая книжка, где должен стать оператор. Кстати, вот вы, если опера ставите с каким-то режиссером там западным или в копродукции, вам тоже что-нибудь приносит это вроде? Нет, во-первых, я никогда ни с каким, кроме себя, самого режиссером не ставил пока, и опера — это не все оперы, да, это объект авторского права, то есть главное, чтобы нотки не были упущены, правильные, написаны. Ну, вот видите, Вася, вы как общаетесь, старомоден ли язык вот этого всего? Да вы знаете, я совершенно не знаю, старомоден ли. Нет, я вот сейчас сидя здесь, я понял к своему стыду, что я очень совершенно не в материале. Я... Дело в том, что я... Меня нет в социальных сетях, то есть я еще в социальной сети опад тоже. Меня нет ни в одной из социальных сетей, и я очень много... Мне действительно доносят там либо художники, с которыми я работаю, какие-то вещи, очередную там песню. Это еще важная вещь, которая не сделана, это социальная сеть для социопатов. Да, да. Это голубинная почта такая, да? И мне как бы очень сложно сказать, главное, чтобы... В театре есть тоже очень простая вещь, да, я на примере того, чего я знаю, да, расскажу, и того, в чем я совершенно не понимаю ничего. В театре есть разные актеры, да, иногда есть массовые сцены и есть немассовые сцены. Ты понимаешь, что есть актеры, которых нужно занять им руки, да? Есть как бы эффектная такая режиссура, трюка, визансцена. А есть актеры, да, в России их очень много, да, там, например, выйдет Демидова, и мы понимаем, что... На одном уже, да, мы не знали. Мы не вспомним, какое было платье, приседала она, ходила, были ли у нее там партнеры где-то, был ли там танец между. Это, Алла Демидовна, потому что главное, это внятная, конкретная идея, да, Райчо, как она обставлена. Если человек понимает, если у человека сильная харизма, если он понимает, зачем он это делает, о чем, то мне не нужно, да? Есть хорошие рассказчики, а есть плохие, которые надо... Она болит, он... А вот кроме... Она болит, он Демидова или нет? Они уже разговаривали, что ли? Нам уныцов не должны сидеть вдвоем, конечно, но достаточно кого-то одного. Навальный, он Демидова? Пока нет. Но у него есть данные стать Аллой Демидовой в своем жанре? У него есть определенное дарование и некоторая харизма, вот, которую на этом... Он выделяется этим на общем оппозиционно-политическом плане. Он завтра будет, да, как я понимаю, говорить? Нет. А вот почему, что такое... Лучших задвигаем, у харизма есть, а он там... Я так и не понял, вы там тянули бумажки, что ли? Я в этом не участвую, участвовать не хочу. Вот, понимаете, вот есть человек, который может привлечь для общей идеи харизмой? Мне кажется, это какая-то абсурдная ерунда, вот, и мне кажется, что Алексей в этом, в этой ситуации ведет себя исключительно умно или умно. В тот момент, когда единственным смыслом происходящего для огромного члена, вот, огромного количества, так сказать, членов оргкомитета и лидеров становится... Он по Фрейду-то получил, да? Да, простите. Валли, да, он правда, он очень эгоцентричен, вы совершенно верно заметили. Не о нем сейчас шла речь, а, значит, становится застолбить себе место на сцене, а Алексей говорит, окей, ребята, добро пожаловать, вперед, идите, значит, выступайте, я уступаю вам свое место. Вот, и, а людям же все видно, это же все происходит в прямом эфире, видно, кто рвется, не имея на то никаких оснований, а видно, кто, имея основания, вот, ведет себя, ну, более, скажем так, расслабленно и благородно. Были и актеры, которые в театре вели себя подобным образом, это и Ковиссаржевская в свое время, это Алиса Конан, там, да? С Навальным вообще, что круто, что вот... Ты Шаляпин был переговором, всю оперу под себя же, да? Сейчас он на волне, сейчас вот что с ним не делай, или что он не делает, он все равно набирает себе очки. Помните, как Ельцин, там, году в 88-м, 89-м, когда он падал с моста, где-то там напивался в Америке, писали про него разоблачительные статьи, на центральные каналы его не пускали, вечно ему перемывали кости, так сказать, правда писала про него разоблачительные фильетоны, и все это работало на него. С Алексеем сейчас очень похожая ситуация. Тогда не было Ютьюба и мобильных телефонов. А все равно работало, между прочим. У нас есть рубрика, которая называется «Воображариум», мы предполагаем, что бы было дальше, если события развивались вот в неком конкретном направлении. На этот раз мы обсуждаем, если в городе и дальше будет происходить по 4 митинга на каждой большой площади, наверное, и количество их будет увеличиваться, и все будет подчинено этому нашему главному желанию высказаться. Итак, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok На подиумах уже ближайшие недели моды в Москве оппозиционная коллекция Нины и Донис, атласные белые ленты, плащ-палатка, термобелье. Кстати, в магазинах сотовой связи начинают торговать подштанниками с USB-подогревом. USB теперь на каждом фонарном столбе. Подходишь, вставляешь провод, согреваешься. Если перегружен Wi-Fi, можно тут же слить и свежие сводки с площадей в Твиттер. Мосгорреклама открывает новые возможности. Каждую неделю напротив Кремля на баннере «Самый популярный твит недели». Кстати, говорят, на днях эта функция уже заработала. Встретимся на митинге. Собственно, вот пройдут завтрашние митинги, завтрашнее шествие. Наверняка будет какое-то следующее, как вы считаете? Ну, мы ждем следующего события какого-то. Событие будет. Это будут выборы? Или это будет что-то до них? Выборы. Я не знаю. Но мне кажется, что важный... Вы не думаете, что сидит где-то какой-то масонский штаб, который там сидит и расписывает. Так, значит, сейчас. То есть режиссера нет, да? Такого глобального, большого режиссера нет? Штаба нет. Есть идеи. И я уверен, что до выборов какая-то идея еще возникнет. Так же, как в прошлые выходные возникла идея с этим автопробегом. Кто ее придумал? Вот даже я, при том, что я вот так, кажется, наблюдал процесс ее рождения, даже я не помню. Это вообще не важно, кто ее придумал. У меня нет машины, я живу на Садовом кольце. Но, правда, было так холодно. У меня, правда, есть дома и простыни, белые платки, и наводочки. Но мне как-то казалось, что нельзя стоять и пахать белым платочком. Примерно с тем людям, которые все поздравляли в машинах. Стоем по устаночке, да. Эта идея как-то меня не тронула. Это странно. Так вот, важно вот что. Важно, что работать будут только те вещи, которые будут неожиданными, и которые будут вот эту энергию людей как-то вот вокруг себя собирать. Но они сами должны возникнуть. Их не должны спустить сверху. Я думаю, что все, что сейчас будет спускаться сверху, будет вызывать все больше и большее отторжение. Вот Роза, как возникла? Вынуждены уже заканчивать. У нас осталась одна минута. Как возникла Роза, мы не знаем. Все идеи сверху будем отфутболивать. Между тем, готовим какое-то следующее событие до 4 марта. И надеюсь, что действительно, если есть этот режиссер, который режиссирует все, что происходит здесь, то он не сверху, а где-то вот он среди нас. Спасибо большое. Это была программа Министерства культуры. Министерства культуры.